12 мая 2005 года прошел матч четверть финала чемпионата мира в Австрии между сборными России и Финляндии. Несмотря на неплохой состав сборной Суоми, тогда на первенство мира в команду Эрки Вестерлунда приехали Кима Тимонин, Оли Юси Йокенен, Никлас Хагман, Яр Куруту, Вилли Пелтонин, Ника Капанин и вратарь Никлас Бэкстрем. Финны не могли похвастаться хорошими результатами. В группе сборная Финляндии проиграла шведам и одержала две победы над сборной Украины и Дании. В квалификационном раунде сборная Финляндии сыграла три раза в ничью со сборными США, Канадой и Латвии. Команда Владимира Крикунова на бумаге имела более звездный состав, чем соперник. В воротах Максим Соколов, в обороне это прежде всего Александр Карповцев, Андрей Марков и Дмитрий Калинин. А также целая россыпь звезд в атаке Ковалев, Датсук, Ковальчук, Овечкин, Малкин, Семин, Яшина, Финогенов, Виктор Козлов и звезды Суперлиги тех лет Харитонов и Зиновьев. В сборной России к матчу четвертьфинала подошла, имея ноль в графе поражений. У Овечкина уже есть определенный опыт игры на чемпионате мира. Он в прошлом году выступал. В Каралахте бросок к воротам и 1-0 проигрываем. А вот опять ошибка, когда не смогли выбросить шайбу из зоны, Яни Риита ее подхватил, прошел по борту. И он, собственно говоря, вот эту карусель у нас и закрутил у ворот. Надо просто держать защитников соперника, больше ничего не нужно. Отдохните немного, друзья. Посмотрите, как это было. Так, финны выходят 3 в 2. Овечкину надо догнать. Ну, ребята. Соколов молодец. От Карповцев. Да что ж такое. А сами себе завезли. 2-0. Максим отбил, промахнулся с лету, но он отбил и от своего конька. Ну и начало. Ну, мы легкой игры не ожидали, если честно. Более того, понимали, что команда у нас весь турнир прошла очень трудно. И несмотря на то, что она была первой в своей квалификационной группе, она с большим трудом это делала. Сами себе забили. Да, сами себе. Денисов, по-моему, отправил. Пытался рукой отбить. Да, совершенно верно. Рукой отправил шайбу в собственные ворота. На кого запишут эту шайбу организаторы турнира, я не знаю. Она очень плотная. И... Прошла передача на Овечкина. 2-1. Спасибо. Великолепно. Хорошо. Спасибо Овечкину. И спасибо Бэкстриму, который эту шайбу пропустил. Вот ошибка защитников финских позволила нам... Ну, здесь вот попал шайбой в ноги Овечкину, и тот выскочил на ударную позицию. Передача-то была очень хорошая, но два защитника ее могли перехватить. Оба не сумели. Один коснулся шайбы, изменило ее направление, но... Вот, смотрите, он же задел шайбу, защитник. Да, он пытался пробросить шайбу мимо Овечкина по борту. Да, и Бэкстрим не очень был готов к тому, чтобы отразить этот бросок. Очень сложно. Очень сложно пытаемся как-то сыграть перед воротами. Там, наверное, этого не стоит. Марков. Хорошо. А Вышиткевич... Это Ковалев. Но почему же мы совершенно не используем защитников при игре 5 на 4? У нас защитники не бросают. Вот Гусев вышел. Бросок порог. Какую пенку пустил Дэкстрим? 2-2 Гусев. Я думаю, его заменят в следующем периоде. Так, две пенки. Ну, первую между ног. Ладно, ну здесь. Ой-ой-ой. Ну что, Гусева выпустили, и вот он забил свою шайбу, да? Да. Замечательно. 2-2. И Карповцев. Там Денисов побился, и вот сейчас ему надо перекрыть обязательно здесь, чтобы не бросили по воротам. Ну, это же надо, Денисов потерял шайбу. Бросок будет от Тиммани. Да, Борис Александрович, Вы все предугадывали. А я говорил о том, что финны реализуют численные преимущества прилично. И вот они его реализовали. Но наши очень засуетились в обороне сейчас. Сразу трое оказались за воротами. А потом уже, когда пас защитник, и вот то самое. Защитники забивают. И у нас Гусев забил. И сейчас защитник забивает. Афиногенов, это Прошкин. Ой-ой-ой. Малкин. Хорошо выехал Малкин. Ай, шайба лежала рядом со штангой. Но успел вратарь ее накрыть. Сёдор Хольм был безукоризен. Ковалев. Здорово. Калитонов великолепно. Ну, Саша. Нет. Нет. Сыграл здорово. За две секунды до конца первого периода мог, наверное, счет сравнять. Не очень заметно. Ну, пока. Еще два периода в череде. Бросок в воротам. Это Карповцев. Хорошо можно играть. Яшин. Яшин. Бросок в воротам. Бэкстрем. Дацук. Овечкин там. Ай, как не получилось. Харитонов, простите, был. Накатывался на дальнюю штангу, но не прошел пас. Да. Выше ворот. Это Харитонов. Да, да, да. Хорошая атака. Мы в четвером. Харитонов сегодня два раза нам забили в большинстве. Нет, нету. Ох, как опасно. А Соколова там завалили, что он подняться даже не мог. Выкатится на защитника. Дотюк. Омелин. Молодец. Великолепный бросок. Великолепно. В меньшинстве забили. Ребята, молодцы. Вторую шайбу. Это Дотсук. Это Дотсук. За счет индивидуального мастерства. Принял бросок на себя защитника. Шайба застряла в ногах. Выехал. Обыграл. Причем как красиво обыграл. И Бэкстриму ничего не оставалось делать, как только капитулировать. Посмотрите. Бросочище, а не бросок. В момент обводки. И неожиданно это было. Абсолютно неожиданно для Бэкстрима. Ну и обвинять Нунмелина в том, что он вот так вот дал возможность бросить. Смотрите, из-под игрока. И в правую девятку, как у нас всегда говорят. 3-3. Снова Рязанцев вот сюда. На Ковалева. Контратака получится или нет? Малкин. Ковалев. Да, не попал по шайбе как следует. Не надо было замахиваться. Да, мне тоже. Не надо было замахиваться коротким, да, кистевым броском. Тем более, что он у Ковалева великолепен. Ковальчук получил шайбу. Мы его тут встретили. И очень опасный выход. Рита. На наше счастье шайба проскользнула. Ну, Соколов нервничает, обратите внимание. Да нет, ну что же он нервничает? Что же ему нервничает, Сергей, когда такие выходы на наши ворота? Неожиданный, опасный бросок. Соколов шайбы не видел. Еще один бросок. Малкину надо помочь. Молодец, Малкин. Молодец. Только драться не надо. Нет, этот... Снова Дацук. Ну, Марков промахнулся по шайбе Дацук. А жаль. Чуть не точно. Ну, снова Марков. Надо же, не вовремя клюшка ломается у Дуцикаба. Бил по пустым воротам. И, к сожалению, клюшка сломалась. Самый неподходящий момент. Никаких сил доехать даже до скамейки у него уже нет. В Лос-Анджелесе. Но недолго он там был. У него были определенные сложности. С получением рабочей визы в Америке. Поскольку еще играя в Финляндии. Это было лет шесть, наверное, тому назад. Был замечен в употреблении наркотиков. Афиногенов! Нет, это Малкин. Просет Эн Малкин. Ну, надо было завершить атаку броском-поворотом. Все было хорошо. И последнего игрока зря вводил Евгений. Зря. Ребята на пятачке повнимательнее. Снова Афиногенов. Малкин. Ну, мог сам бросать. Мог сам бросать. Хитрим. Хитрим перед воротами. И неплохо. Не смог Харитонов остановить шайбу. Ну, и неудобно ему было. Да чё, честно говоря. Сам идет. Харитонов. Молодец. Александр Ковалев. Бросок к воротам. Не видел, куда шайба попала. Куда попала шайба, Сергей? И я не видел. Но вот сейчас очень опасно было. Напел-то не надо. Молодец. Соколов. Хорошо там сыграл. Соколов опять клюшкой стучит, что выходит пятый. Ну, что ж такое бросок не получился сейчас у Калинина. Руту. И Руту. Рядом с ним Хагман. Чуть было себе не забили. Опять, как в первом периоде. Но три финна сзади. Ничего не сделаешь. Ковалев пытается обыграть Тимонина. Ну, наверное, пройдет за ворота. Да. Вылезает из ворота. И даже бросил. Ну, островат угол был. Ну, бросили они, выбросили. Хагман. Неприятная атака. Ох, как опасно было сейчас. Ох, это то, о чем я говорил. Ковальчикум. Надо не тормозить. Идти дальше. Идти дальше. Все, потерял шайбу. Потерял. И я чувствую, что я могу или вступить в борьбу, или даже больше завладеть ей. Хагман. Очень опасно. Ему можно было сыграть только назад. Ответный пас сделать нашему защитнику. Ну, Малкин. Нет, это Семин. Бросок к воротам. Обидно. Чуть-чуть. Да. Очень, очень близко были сейчас к успеху. Два блинных ускорения сделал. Афиногенов. Афиногенов пошел сам. Ну, по одному атакуем. Малкин. Опять Бакстрим. Марков. Разобраны все. Не с кем даже сыграть было. Датюк. Бросок к воротам. Ну, что же она между ногтами вратарю не скользнула, а? Не надо спешить, мне кажется, сейчас уже. Не надо спешить. Главное, не допустить ошибки. Датюк. Овечкина уронила. Ой, какая передача не прошла. Какая передача. Не увлекаться нам, не увлекаться атакой сейчас. Необычно, правда? Защитник пробивает. Ну, он несколько лет был самым результативным игроком швейцарского чемпионата. Молодец, Соколов. Молодец, Макс. Не поддался. Молодец. Александр Харитонов, по-моему, у нас начинает. Россия номер 21. С неудобной руки. Она далеко у него ушла аж к линии ворот почти. Побыстрее бы руками сработал. Об этом я и говорил. Вилли Пелтонен. Нет. Молодец. Макс, молодец. Алексей Яшин у нас. Это лотерея. 1-0 мы повелим. Ни одной шайбы не забил. Я себе вот так кулаки сжал. Алексей не забил до этого дня. Ему не везло по всем параметрам. И вот, наконец, мы вышли вперед. Это третий был бросок у нас. Какая реакция Ковалева в Алексея была. Молодец, Алексей. Это Хагман. Никлас Хагман. 1-1. Под перекладину без вариантов. Шайбар застряла там в сетке. Россия-1. Под перекладину без вариантов. Павел Дацук. Павел Дацук. Павел Тачио. 2-1 мы повелим. Убрал вправо. Великолепно сыграно. Браво, Паша. Свердлов гордится тобой. То есть, бежит Катеринбург и вся страна. Номер 39. Нико Капанин. Нико Капанин. 2-2. Павел Тачио. 2-2. 2-2. 2-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2 мы выигрываем пока. Не сравняется. А там дальше продолжится. В первой серии. Все. Россия в полуфинале. Россия в полуфинале. Россия в полуфинале. Поздравляем. Браво, ребята. Молодцы. И все-таки я вам скажу, что это справедливо. Мы были лучше в сегодняшней игре. Пусть она не во всем удалась, но мы были лучше. И это справедливо, что мы стали полуфиналистами. И будем здесь послезавтра играть с Канадой. Канада, Россия. Сколько лет существует это противоборство? И никогда, никогда это противоборство не было спокойным и равнодушным для зрителей.